следующий блок присоединения кавказа еще в 1783 году восточная грузия вступила под покровительство россии в 1795 году персы разрушили тифлис то есть нынешние тбилисы и в 1801 году грузия попросилась отметьте это пожалуйста попросилась не как сейчас многие люди в грузии говорят россия присоединила грузию насильно ничего подобного они попросились в подданство под руку русского царя поскольку ему угрожали персы и грузинская династия багратидов лишилась престола а управление картли и кахети это две части грузии переходила к русскому наместнику в 1816 году на кавказ был послан корпусным командиром и наместником края генерал алексей петрович ермолов это был герой войны 12 года очень серьезный человек хороший полководец кроме того это был очень такой жесткий администратор который в общем то очень и очень жестко подавлял противника как говорят знающие люди даже в советское время на кавказе бюста ермолова время от времени взрывали поэтому в местные власти в на складах имели энное количество запасных бюстов ермолова взорвут бюст ермолова они ставят новый чем же так ермолов досадил кавказскому населению очень очень жестким курсом то есть он выступал с позиции злого следователя и когда его отозвали с кавказа после декабрьского восстания пришел другой человек который оказался на фоне ермолова добрым следователем и у него получилось кое-что лучше но дело в том что фундамент создан был ермоловом я вам уже говорил что ермолов прожил довольно долгую жизнь и умер он в возрасте 84 лет в шестьдесят первом году причем умирая этот 84-летний человек был настолько сильным что когда у врача приехавшего сказать вообще уже на несколько часов до его смерти он спросил как его дела скажи честно дружок и врач сказал что жить ему осталось несколько дней и тогда ермолов закричал да что ты такое говоришь я жить хочу и сдавил врача сдавил его врач потерял сознание ермолов умер через несколько часов после этого то есть это был очень сильный даже свой предсмертный час очень сильный человек николай ермолов раздражался самостоятельностью в двадцать шестом году его отозвали кроме того и пока как я уже сказал из-за связи с декабристами и николай 1 назначил на кавказ своего фаворита паскевича в том же двадцать шестом году началась вторая русско-персидская война в июне двадцать шестого года иран подскрикаемый англией вторгся в карабах и началась война силами тридцатитысячной армии плюс 40 тысяч пеших и 40 140 тысяч конных ополченцев ира иран стремился захватить тифлис и отбросить русских за терек русская армия в то время была представлена на кавказе десяти тысяч им всего лишь отдельным кавказским корпусом тем не менее русские держались стойко иранцам так не удалось взять крепость шуша и после этого они обошли крепости прорвались в долину куры но там уже были сосредоточены главные силы и иранские войска под командованием наследника престола аббас мирзы были разбиты в июле двадцать седьмого года русские взяли на хичевань и двадцать седьмом году они вошли в таврис и под угрозой оказался тегеран паскевич откверк предложение англичан о посредничестве обратите внимание англичане появляются с их предложением о посредничестве и вступил в непосредственные переговоры с иранцами и в феврале двадцать восьмого года глава русской делегации александр сергеевич грибоедов тот самый который написал горе от ума подписал мир с ираном иран отказывался от своих притязаний на северный азербайджан уступал россии ереванское нахичеванское ханство и обязан обязался выплатить 20 миллионов рублей контрибуции серебром это была огромная сумма англичане однако продолжали интриговать в иране и в январе двадцать девятого года они организовали нападение на русскую миссию где грибоедов был убит ему отрубили трупу отрубили голову и голову носили на пике в течение трех дней по тегерану но затем когда все устаканилось русские потребовали выдачи тела грибоедова иранцы побросали там непонятно что и это привезли в россию очень активную роль вот в этих действиях против россии в тегеране в конце двадцатых годов играл немец английский разведчик конный капитан конноли который придумал запустил термин большая игра большая игра это термин которым обозначается противостояние великобритании и россии на кавказе и в центральной азии очень многие думают что этот термин придумал киплинг и в романе ким этот термин запустил этот термин на самом деле этот термин придумал капитан конноли действительно замечательный разведчик которому однако не повезло в 1840 году его англичане отправили выручать одного полковника британского который в это время сидел у бухарского эмира в яме со змеями и скорпионами и конноли приехал договориться с бухарским эмиром о том чтобы этого человека выпустили но бухарский эмир не торопился он ждал новостей из афганистана в это время шла первая афганско-английская война судьба полковника зависела от того как будут складываться события на театре военных действий в афганистане а в это время как раз афганцы долбанули англичан бухарский мир получил известия посадил конноли в эту же яму со скорпионами и змеями к полковнику а через несколько дней их обоих обезглавили но запомните что термин большая игра запустил некий дни киплин как это считают а британский разведчик конноли значит была также русско-османская война которая тоже закончилась победой россии русские авангарды появились в 60 всего километрах от константинополя и чтобы не допустить гибели османской империи западные державы заставили ее пойти на переговоры о мире с россией в сентябре 29 года в адрианополе был заключен мир россия получала острова в дельце дуная черноморское побережье до устья кубани крепость а хал цих потом эта крепость будет постоянно переходить в русско турецких войнах то русские и захватят то турки договор также подтверждал независимость автономии молдавии а вскоре была объявлена независимость греции то есть независимая греция обязана своим существованием победе россии в войне с османской империи 29 года в июле 33 года был подписан очень важный договор с большими большими последствиями для россии долгосрочными последствиями нехорошими это вот такая ситуация когда в краткосрочной перспективе некое событие приносит удачу успех плюсы а в долгосрочной становится минусом в небольшом местечке ункар эски и скелеси в 1833 году был подписан русско-турецкий договор о военном сотрудничестве казалось бы замечательная совершенно вещь мы договорились что мы будем помогать турции действительно россия потом поможет активно турецкому султану когда египетский наместник мухаммед али отложится от османской империи начнет бороться против турецкого султана поскольку это было нарушением принципа легитимизма николай 1 отправилась кать отправил войска на помощь вот в результате этого ункар эски и лисийского договора россия оказалась как никогда близка к реализации своих замыслов на черном море по поводу проливов и великобритания конечно не могла с этим смириться поскольку россия выходила средиземное море правда сам по себе выход россии средиземное море еще не решал проблем потому что средиземное море запиралась очень важной английской британской военной базы какой и где кто мне подскажет вот россия вышла средиземное море а какая какие у англии у британцев были две базы которые создавали массу проблем для сказать любой державы средиземном море остров в середине средиземного моря нет мальта они контролировали мальту какая база запирает пролив из средиземного моря в атлантический океан гибралтар вот гибралтар запирал средиземное море но для британцев было непереносимо если русские вышли бы средиземное море поэтому в сороковом и сорок первом годах были проведены две конференции лондонские которые по сути дела установили общий протекторат над османской империи пяти держав россии великобритании австрии франции и пруссии то есть восточный вопрос турецкий османский вопрос стал вопросом европейской политики закрепившись на черном море и на основной территории за кавказе россия начала наступление в горных районах кавказа там россия столкнулась может у меня подскажете кто был такой самый известный противник россии на кавказе как его звали его упоминает лев толстой в не то рассказе не то повести хаджи мурат шамиль шамиль так вот там россия столкнулась с шамилем и поддерживавшими ему мюридами мюридизм отметьте себе пожалуйста мюридизм это религиозно-политическое учение главное в нем идея объединения всех мусульман во имя истребления неверных гауров то есть это примерно то же что сейчас джихад хотя это несколько другое но похоже шамиль стал имамом то есть духовным и светским главой дагестана и чечни в 1834 году борьба россии шамилем прошла два этапа на первом этапе в 34 50 годах шамиль опираясь на духовенство и зажиточных крестьян боролся как с русскими войсками так и с местными князьями которые его не хотели признать 50 году он их подавил и создал свой имамат и вот на втором этапе с 50 по 59 год шамиль упрочив свою власть начал эксплуатировать население которое стало оказывать ему связи с этим меньше поддержки и летом 1850 59 года он был окружен в ауле гуниб и под командованием князя борятинского сдался в плен после чего его перевезли в россию где он жил долгое время как почетный пленник значит но это борьба с шамильем не было ни началом не концом кавказской войны что собой представлял кавказ в двадцатые тридцатые годы девятнадцатого века численность населения кавказских горцев составляла полтора два миллиона человек и их сопротивление россии превратилась в самую настоящую войну которая длилась 1800 и как считать либо шестнадцатого либо семнадцатого года в зависимости от того что мы берем за точку отсчета с шестнадцатого семнадцатого года по 1864 русские действовали по следующему принципу они оттесняли горцев в горы захватывали стратегические пункты запиравшие выход в плодородные долины и мятежные аулы переселялись ну и естественно война в военные действия велись тогда когда не было зеленки когда была зеленка это уже сложнее значительно значит шамиль играл очень большую роль в этой борьбе но были и другие противники россии здесь очень большую роль в борьбе на войне антирусской войне на кавказе сыграли британцы и британская разведка и на первый взгляд это прозвучит очень странно и как-то даже не верится в это но тем не менее в тридцатые сороковые годы 19 века британская разведка заложила очень мощный фундамент свой и связь британской разведки и целого ряда семей знатных семей на кавказе но она продлилась до советского времени включительные возможно существует и сейчас это так называемые длительные генетические закладки длительного использования когда отец дед отец сын переходит контакты эти переходят в разведконтакты традиционные семьи у которых есть связи с британской разведкой причем человек может совершить действие в пользу великобритании только в какой-то один очень важный момент один раз в жизни но очень важный то есть уже стреляет один раз но метко то есть закладки вот эти британцы в 30 и 40-е годы сделали очень очень мощные на кавказе и Продолжение следует...